Рюкзак туриста Современный походный рюкзак, он чем отличается от обычного городского? Во-первых, это объем. Сразу видно, что такой рюкзак будет значительно больше, чем тот, с которым вы ходите, например, в университет или на работу, или в школу, или куда-нибудь еще. То есть, как правило, мы используем рюкзаки 80, 90, 100 литров и даже больше. У них есть вот такая вот удобная спинка с лямками и, самое главное, вот такие вот поясной ремень, который как бы будет разгружать вашу спину. Вещь, без которой мы не можем представить никакой поход, это, наверное, пожалуй, палатка. Вот так вот она выглядит, такая довольно крупная, увесистая. И следующие вещи уже, наверное, не столь очевидны. То есть, это, во-первых, то, в чем мы будем спать в походе. Это спальный мешок. То есть, вот он у меня такой довольно объемный, он очень теплый. С таким можно спать прям в минусовых температурах. Естественно, до такой погоды, как сейчас, подойдет спальный мешок там, ну, раза в три меньше, чем этот. Еще очень важный элемент снаряжения – это пенка. Такая вот простенькая, похожая на гимнастическую. Но важно отличать их, потому что туристические пенки, они немножечко жестче, немножечко толще. Соответственно, лучше удержат ваше тепло. Они для чего нужны? Ну, во-первых, мы на них спим. Во-вторых, мы можем их там как-то постелить, посидеть на них, еще что-то такое сделать. Заканчивая там, просто вот так вот махать костер. Когда основные элементы вашего снаряжения определены, необходимо перейти к сбору бытовых вещей, без которых поход также невозможен. К-Л-М-Н – аббревиатура четырех важнейших слов для каждого туриста. Это кружка, ложка, миска и нож. Без них прием пищи на природе будет довольно затруднителен. Дополнительные приборы, конечно, по желанию человека. Дальше смотрите, то есть, в зависимости от ваших условий. Кто-то, например, готовит не на кострах, а на горелках берет горелки. Если вы готовите на костре, то берете котел для готовки, берете там топор, пилу, в зависимости от того, куда вы идете. Вот это уже отдельная тема. Ну и какую-то одежду. То есть, как сейчас погода, вполне достаточно вот такой. То есть, брюки, которые обязательно должны полностью ноги закрывать, потому что все-таки плечи, комары, на тело какую-то футболку легкую и, соответственно, что-то сверху. То есть, какая-нибудь курточка, дождевик обязательно берем с собой. То есть, ну, какую-то такую простенькую одежду. И очень важно обращать внимание на обувь. То есть, в походах таких серьезных мы используем так называемые трекинговые ботинки. Конечно, в походах попроще. Можно ходить и в кроссовочках, и еще в чем-то таком. Но если вы идете куда-то в горы, то очень важно уже обращать на это внимание. Для качественного похода важны две вещи. Это уверенность и палатка. Но если уверенности можно набраться прямо в процессе экспедиции, то с палаткой лучше разобраться заранее, еще до выхода из дома. Антон, давайте разберемся, как правильно нам расставить палатку. Да, давайте. Вот у меня в руках палатка, которая, ну, довольно современная, хорошая, легкая. Она значительно отличается от тех, которые вы могли видеть, например, в советских кино, мультфильмах. Там такие треугольные, тяжелые, которые тяжело ставить. Современная палатка весит, ну, не больше трех килограмм, 3-4 килограмма. Помещается в нее 3-4 человека спокойно. И как бы она довольно ветроустойчивая и влагоустойчивая. Как бы дождь, ветер, нам ничто не страшно. Любая палатка состоит из трех вещей. Тент. То, что защищает от дождя и ветра. Чаще всего он ярких цветов. Это предусмотрено для быстрого поиска палатки в случае чрезвычайной ситуации. Далее внутренняя часть палатки, та, в которой происходит основное действие, например, сон туриста. Ну и третья вещь, без которой не встанет на ноги ни одна палатка. Дуги. В первую очередь раскладываем дуги. То есть дуги – это основание нашей палатки. На ней держится вся палатка, непосредственно ткань. Да, по сути, да. То есть эти дуги, они, собственно, создают каркас для нашей палатки. У меня есть внутренняя часть палатки, в которой есть кармашки под эти дуги. Сейчас мы их поставим, и у нас уже палатка приобретет какую-нибудь форму. К примеру, палатка ставится минуты 3-4. Ошибиться здесь довольно сложно, потому что все палатки сейчас сделаны очень просто. Сейчас у нас появился каркас внутренний. То есть, как видите, внутренняя палатка. Вот здесь есть два входа, окошки для вентиляции, непромокаемое дно. Но вот это все, как бы, если дождь пойдет, то оно сразу, естественно, зальет. Чтобы такого не произошло, растягивается тент. Он прослужит защитой от непредвиденных погодных условий. Чтобы палатка была устойчивее, необходимо приколотить ее колышками к земле. В прямом смысле этого слова. Для этой палатки нужно 6 штук. Как правило, это от 4 до 6 штук на палатку. Колышки легко можно заменить обычными веточками. Очень важно колышки ставить не просто как-то там вот так втыкать или еще. То есть, мы втыкаем их вертикально, а потом под углом. Ну, разложить палатку-то мы разложили, но внутри как-то немного пустовато. Поэтому я предлагаю немножко ее обустроить. Дома в квартире или в тайге на природе. Везде должно быть удобно, комфортно и тепло. Интерьер палатки во многом зависит от спального мешка. Эта компактная вещь заменяет и простыню, и подушку, и одеяло. Это очень теплый спальник. То есть, у него вот здесь вот есть его характеристики. То есть, минус 7 – это температура комфорта. То есть, при этой температуре в нем человек будет спать комфортно. Такой кокон с замочком. В него мы погружаемся, закрываемся и спим. Рюкзак собран, базовые навыки раскладывания палатки имеются. А это значит, что пора отправляться в путешествие. Для первых походов стоит выбирать не слишком удаленные популярные районы, о которых легко собрать всю необходимую информацию. В путешествии на своих двоих есть много нюансов, которые легко упустить по неопытности. Для новичка я бы посоветовал сходить в первую очередь в республику Мариел. Это соседняя наша республика. До нее ходят электрички, автобусы. Всегда можно сесть, поехать по популярным маршрутам погулять. То есть, это тот же Яльчик, например, который, наверное, все знают. Почему именно туда? Там хороший, красивый лес. Там всегда есть вода из озер. Всегда есть реки, в которых тоже можно брать воду. Естественно, все-таки петить. Маршруты очень популярные. Дорожки уже все есть. Поэтому там очень сложно потеряться. Если посмотреть на республику Татарстан, то есть уже по нашим краям, то очень популярно это Камское устье. Но там есть некоторые проблемы с водой, некоторые проблемы с тем, что там уже слишком много людей. Ну и, возможно, кому-то будет интересно Щучьи горы, например. Но это тоже уже район такой немножечко поинтереснее. То есть, это вот как раз уже ниже Камского устья. Ну что ж, а я для себя приняла одно очень важное решение. Мне не нужны Мальдивы и Турция, когда есть наша любимая Россия. Карина Саяхова, Александр Фирсов, Универньюс.